Здравствуйте, дорогие друзья! Друзья, что пропадает добру, если вот я осенью решил убрать многоствольность у деревьев, а деревья это туйки у меня, и поэтому я сейчас их кроме того, что вырежу лишние ветки, не бойтесь, вот такое вот пятнышко, как вы можете подумать изначально, оно зарастет очень и очень быстро, а вот эта вот веточка пойдет у меня на черенкование, я давно хочу почеренковать туи, удачно, потому что у меня был опыт. 4% укоренения я не считаю, что это удачный эксперимент, и для этого мне понадобится несколько веточек вот таких вот, тазик, который я сейчас все сложу, тазик я заполняю фунгицидом, смешанным с аккорицида инфекцизным средством, то есть фунгицид у нас борется с болезнями, то есть делает профилактическую обработку, а методом окунания это будет намного лучше, то есть я сначала добавляю воду, фитоспорин я буду использовать и клещевит фитоверм, то есть это одно и то же, клещевит и фитоверм, эти два вещества я буду использовать как инсектоаккорицидное средство, то есть средство от клещей и всевозможных вредителей. Вредителей может быть масса зимовать на туи, честно говоря, не знаю прям каких именно, но они могут быть, поэтому лучше всегда подстраховаться. Что самое главное в черенковании любых растений, это правильное время сбора, честно говоря, не знаю сейчас правильно или нет, и второе самое важное, это обеспечить температурно-влажностный режим. Расти они у меня будут на окне, поэтому никаких сильно действующих препаратов я применять не могу, чтобы не потравить себя, это раз. Во-вторых, я сделаю им такой же точно домик, как я делал и для петунии, которую черенковал прекраснейшим образом, она у меня черенкнулась. То есть давайте пошагово. Срезали лишнюю ветку, после того, как мы ее срезали, мы ее готовим, и после того, как мы ее подготовили, окунаем ее в корневинчик и, соответственно, сажаем на постоянное место укоренения. Это не постоянное место жительства, но место укоренения. В дальнейшем самое главное, это обеспечить влажностно-температурный режим, и, соответственно, я буду все это дело опрыскивать. В опрыскивании я буду экспериментировать, включать всевозможные препараты, которые, на мой взгляд, показывают свою эффективность. Огромные, вот такие вот, как говорят, надо оторвать вот так, и вот с такой пяточкой сажать. Ну, такие, на мой взгляд, плохо будут приживаться веточки, поэтому я буду стараться взять их поменьше. Часть вообще вот таких вот возьму, боковых. Вот таких вот ножек, видите, как это выглядит? Вот такие пятачки. Вот из таких туечек, я надеюсь, я выращу некоторое количество больших туек. А у вас был опыт выращивания туй из черенков? Вот лично, не где-то слышали, не сосед, а вот вы, чтобы взяли вот это все дело и сами укоренили. И после этого вырастили. Потому что советов в интернете очень и очень много. Некоторые говорят о том, что чем выше ветка находится при срезании, тем лучше. А на самом деле, вот черенкануть любое растение осенью, на мой взгляд, самое то время. Если у вас есть возможность, время иногда попшикать опрыскательным, простой хотя бы водичкой и поставить их на укоренение. Кто-то укореняет вермикулейте. Я буду в своем любимом торфе смеси с агроперлитом это все делать. И, соответственно, те же самые домики. Сухость воздуха я компенсирую парничком. Парничок нужно иногда открывать, чтобы влага оттуда, ну, не было застоя. Периодично обновляя фитоспоринт, как фунгицидное средство, чтобы это все не сгнило у меня там. И, соответственно, я надеюсь, что в этом сезоне у меня будет, ну, ближе хотя бы к 80% укоренения. Как я уже выше сказал, что в укоренении сложностей вообще нет никаких. Что сложного в укоренении? Размножение укоренением это по природе, даже по самой природе, это нормально. Вот всевозможные там кустарники так и размножаются, занимают больше и больше площади. Поэтому, дорогие друзья, если мы с вами сами не будем этим заниматься, то можем идти в магазин и купить готовые растения. Почему нет? А если у вас есть желание, допустим, вот сделать такой вот туевый забор, забор из туи, как правильно говорить, я не знаю, это у меня там поправляли уже в комментариях, то просто-напросто попробуйте. Видите, вот в такую кассетку войдет 96 ячеек, 96 растений. Если будет 50%, то 40 растений вы вырастите. Понятно, что за первые года она будет медленно-медленно прирастать. Но, как я уже говорил в одном из видео про туи, я в следующем году, в 25-м, буду проверять свою теорию о подкормах туи для более быстрого роста. Я надеюсь, да я почти уверен, я уже частично эти все методы испытывал, и они показывают свою эффективность. Просто я это не снимал еще ни разу на видео. Поэтому, дорогие друзья, подпишитесь на мой канал, поставьте этому видео лайк обязательно. А вам, как всегда, в разрешении видео я хочу пожелать хорошего настроения, здоровья, а все остальное точно приложится. До свидания, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok